В Абхазию с рабочим визитом прибыл помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, помощник президента России вместе с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба и послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным посетили объекты в Гагрском и Гудаутском районе, восстановленные за счет средств финансовой помощи в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Два года назад за счет средств инвест-программы социально-экономического развития Абхазии здесь начались работы по реконструкции и капитальному ремонту подстанции «Гагра-1». Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков посетили подстанцию. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о комплексе работ, которые были проведены на подстанции. Подстанция питает всю центральную часть города Гагра. Ее мощность до начала реконструкции составляла 20 мегаватт, после увеличилась в 2,5 раза. Подробно о работах на подстанции рассказал начальник группы подстанции Гагрского района РУП «Черноморэнерго» Георгий Гаспарян. «Мама была построена полностью с нуля заново новая подстанция. Подстанция примерно обошлась строительством порядка 150-160 миллионов рублей. Все оборудование самое современное. Вот сейчас полностью она работает под нагрузкой, то есть все оборудование в работе. Вот как вы могли заметить, значит все совершенно новое». Также Валерий Бганба и Владислав Сурков посетили Лыхненскую среднюю школу имени Платона Шикрыл, в которой был проведен капитальный ремонт. Школу восстановили в рамках инвест-программы социально-экономического развития Абхазии. Директор школы Изольда Чичба рассказала историю учебного заведения. Инспектирующим показали отремонтированные классы, спортзал и актовый зал. Здание Лыхненской средней школы было открыто в 1981 году. С тех пор в школе не проводился капитальный ремонт. После Отечественной войны народа Абхазии здание пришло в негодное состояние. Работы по восстановлению здания школы начались в 2017 году. На ремонт объекта было выделено более 113 миллионов рублей. По словам генерального подрядчика строительной фирмы, все работы были выполнены в срок. «Нам здесь была проведена очень большая работа. Она в плачевном состоянии была в прошлом. В данный момент все как бы сделано в соответствии всем существующим стандартам. Все виды работы выполнялась нашими людьми честно, добросовестно и качественно. Результат очевиден. Перед нами прекрасная и хорошая школа со всеми удобствами, которые раньше отсутствовало». Учебный процесс в Лыхненской средней школе возобновится 1 сентября. Сейчас в школе обучается до 100 детей. Школа рассчитана на 800 детей. «Конечно ждали этого момента, когда завершится ремонт, уже идет почти к завершению. Классы у нас большие, просторные, тем более светлые, чисто, красиво, светло, хорошо. И дети наши иногда приходят на экскурсию, смотрят на какой же стадии находится ремонт, пойдем ли мы в школу 1 сентября. И как дети, и мы сами, конечно же, взрослые учителя, за это мы переживали. Так что за нами только стоит дело торжественно, красиво открыть, устроить праздник для детей 1 сентября и прийти в красивую отремонтированную школу». После осмотра школы Валерий Бганба и Владислав Сурков встретились с сиереем Виссарионом Аплия, который рассказал о значимости Лыхнашта в истории абхазского народа. Они также посетили храм Успения Божией Матери 10-11 веков. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджим повстретился с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, прибывшим в Республику Абхазия с рабочим визитом. В ходе встречи Рауль Хаджим и Владислав Сурков обсудили вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, а также параметры инвестпрограммы. Те задачи, которые мы ставили и решались с Российской Федерацией, они достаточно активно развиваются и решаются. И те объекты, которые входят в нашу инвестпрограмму, особенно в части школ, детских садов, практически к 1 сентября двери этих школ откроются. И самая большая благодарность, конечно, то, что мы сумели практически за этот короткий промежуток времени реализовать те задачи, которые мы ставили перед собой. И благодаря той финансовой помощи, которая есть со стороны России, эти задачи интенсивно решаются. Очень радостно, что уже какие-то объекты действуют, какие-то, в том числе такие важные, как школа, в 1 сентября откроются. Поэтому самое позитивное впечатление от дороги. Очень рад, спасибо за время, что мы сегодня имеем возможность встретиться, поговорить. Все структуры власти в Абхазии настроены вами на очень конструктивный, профессиональный подход. Сейчас у нас очень гармоничное отношение в экономической сфере развивается между нашими правительствами. Мы, естественно, по мере сил этому содействуем. Поэтому видим конструктивный настрой, видим понимание общих этих проблем, общий настрой на решение задач. Поэтому я думаю, что у нас сейчас очень хорошая фаза сотрудничества, очень продуктивная. Объявлен конкурс на проведение ремонта в здании парламента Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета министра в Республике Абхазия. Заявки на участие в конкурсе принимает конкурсная комиссия аппарата Кабинета министра в Республике с 29 июля по 9 августа. Заявки на участие необходимо подать по адресу город Сухум, улица, набережная Махаджиров, 32. Согласно условиям конкурса, победителям станет предложивший наименьшую стоимость работ относительно максимальной стоимости, предусмотренной в конкурсной документации. Здание Народного собрания парламента Республики Абхазия входит в перечень правительственных зданий. При поддержке Государственного комитета по молодежной политике с 1 августа в Абхазии стартует благотворительная акция «Собери ребенка в школу». На протяжении всего месяца волонтеры, а также неравнодушные жители Республики будут иметь возможность помочь детям из малоимущих и многодетных семей. О том, какую помощь можно оказать и как сделать 1 сентября счастливым для многих детей, смотрите в нашем следующем репортаже. «Собрать ребенка в школу – задача не из легких, особенно для малоимущих и многодетных семей. Зачастую без посторонней помощи им просто не справиться. Важно, чтобы каждый из этих детей не чувствовал себя ущемленным, а День знаний стал для них настоящим праздником. Дети социально уязвимых семей часто из-за отсутствия необходимых школьных принадлежностей «Школу не ходят и вовсе». Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» направлена именно на оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Организатор акции и общественный деятель Ада Адлиба совместно с волонтерами будут проводить свою работу в 42 селах Абхазии». «Скоро 1 сентября. В этих семьях есть детки, которые никогда не ходили в школу, а им уже 9, 10, 11 лет. Они не были еще даже в первом классе. Их родители даже не понимают важности того, что ребенок должен пойти в школу и получить образование. И говорят, нам нечего им одеть, мы не можем отпустить ребенка в школу и так далее. Поэтому мы решили создать такую акцию, назвать ее «Соберем ребенка в школу». Эта акция проходит во всем мире, и она и в Абхазии проходила, и не единожды. Вот силами волонтеров мы решили провести ее». Поддержку акции «Собери ребенка в школу» оказывает и Государственный комитет по молодежной политике. «В таких вещах вообще сложно отказать, особенно когда что-то касается детей. Мы помещение предоставляем, потом по возможности материально поможем, мы тоже какие-то канцелярские, что-то там, школьные принадлежности обязательно закупим». Каждый день с 1 августа в Госкомитете по молодежной политике будут работать волонтеры. И все неравнодушные жители республики смогут оказать помощь детям из социально уязвимых семей. Кроме того, в торговом центре «Сухумол» на первом этаже будет установлена копилка добра. Если вы захотели помочь и не знаете, как, вам стоит позвонить по номеру 7-503-503. Акция продлится до 30 августа. Гугуца Вардания, Иннала Гухава, Абхазское телевидение. Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба и Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гули Академии наук Абхазии проведут презентацию сборника материалов Международной научно-практической конференции «Провал операции Эдельвейс», посвященной 75-летию битвы за Кавказ. Мероприятие состоится 2 августа в 16 часов в Государственном музее боевой славы. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачность, преимущественно без осадка. В ночи местами туман. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok